Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте я ее сейчас зачитаю, и затем мы с вами ответим ей в комментариях, а я в видео. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Мне 42 года, я в разводе, есть сын взрослый, я работаю по профессии, я юрист, я живу на Украине. Хочу вам рассказать свою историю с турком, возможно, кто-то поймет, что в эти сети тоже попадал. Познакомились мы по интернету, предложил дружбу, было это 8 лет назад, я еще была замужем тогда. Переписка была редкая, но он писал и вечером, и днем, тогда в телефоне не было интернета, только скайп, просил, чтобы я приехала в Стамбул. Но я даже и думать об этом не могла, так как замужем была. Он написал, что влюблен и заблокировал меня в одноклассниках. Прошло время, тяжелый период, мой бывший муж уходит к другой женщине, я и мой сын это с болью перенесли, сын был на то время подростком. Стойко мы все это выдержали, я решила написать все-таки этому турку из Стамбулу, просто так, так как хочется быть любимой, а вдруг что-то получится. Помнит он меня или нет, у него на страничке 260 друзей и все женщины из разных городов России и Украины. Но я-то думала просто ищет себе славянскую жену, наверное, перебирает, а на самом деле у него поезд для жизни, для брака, как он говорил. Но все равно меня, конечно, смущал этот курятник на его странице. Все закрутилось, переписка, очень редкие звонки, вечером после работы в сети его нет никогда. Да, я забыла сказать, ему сейчас 47 лет. Он меня приглашает на тот момент в Стамбул, я долго думала, но решила встретиться. Сказал, что я билеты покупаю, а он все остальные расходы, отели, рестораны и так далее, мое пребывание в Турции. Встретил меня в аэропорту, отвез в отель, все было нормально, сковано, но я увидела его через 10 лет в реальности. Он был обходителен, все хорошо, он был очень задумчив. Он мне запал в душу, хотя на фото он красивее, чем в реальности, как оказалось. Спросил, ты хочешь брака от меня, на что я ответила, да, и снова пропал на несколько дней. Он мне сказал, что я понравилась ему, потому что у меня положительная энергетика, я красивая женщина. Через месяц он меня снова приглашает, я еду, покупая билеты сама. Он оплачивает рестораны и отели. Так, три раза я летала за свой счет, хотя при первой встрече сказал, что надо 5-6 раз повстречаться для чего-то большего в отношениях. Пять раз встретились, но все как было, так и осталось. Потом карантин, но поддерживали связь в Вайбере. Очень скудная переписка была, у нас редкая, так как он исчезал на несколько дней, очень часто пропадал. И в период карантина он высылает фото, что он в России. Я поставила классы, и он начал мне писать постоянно и звонить иногда. Когда я спросила, что делаешь ты в России, он сказал, что просто путешествую. Но я думаю, его, конечно же, встретила какая-то женщина, которая его и кинула, наверное, там же. И либо ему она там не понравилась, поэтому он отвечал на мои сообщения, мы начали опять общаться. Но по его рассказам, у него была женщина из России, у которой он жил 10 дней. Но то, что случилось между ними, я не знаю, может и поддерживает связь дальше. В общем, наша переписка продолжалась, и он ставит меня в известность, что летит на Украину в мой город за 2 дня до прилета. Я его встретила, мы поехали в отель, хотя он хотел ко мне домой. Но так как я живу вообще со взрослым сыном, и его мне надо каким-то образом представить, турок не сказал, что хочет серьезных отношений или верить в меня своей женой. Он всегда уходит от ответа на эту тему. Ну, соответственно, не планирует ничего серьезного. Поэтому свой город, где все друг друга знают, я не могу его пригласить, такого несерьезного и не знающего, чего он хочет, этот турецкий жених. Представить его в качестве, кого я должна своему сыну. Я турецкому мужчине об этом прямо и сказала. Он должен был быть 3 дня, но ему позвонили. Женский голос я услышала в телефоне, якобы с работы, что надо возвращаться раньше. Так он пробыл здесь всего лишь сутки. Через 2 дня он снова ставит меня в известность за 1 день до вылета, что летит ко мне и хочет пожить у меня дома. Но в это время я заболела ковидом. Я ему сказала в камеру, что я приболела, давай позже прилетишь. Он настоял на своем и приехал все же. Я встретила его, будучи больной, поехала в отель. Там он остался один, так как я не знала, что у меня заболезнь на тот момент. Хотя он, кстати, ни при какой встрече меня не обнимал, не цевал. Я подумала, что туркам этого делать религия, наверное, не велит обниматься и целоваться. Ну, конечно. Последняя встреча прошла плохо. Я больная, ехала к нему со своего города, это, кстати, 40 километров расстояние, на такси, на автобусе, чтобы не оставлять его, бедного, несчастного одного. Зная, что мне надо пить таблетки, кушать нормально, он даже не предложил мне зайти в кафе. Мы ходили по магазинам, по улицам, целых 6 часов без отдыха. Он покупал продукты для себя и якобы для знакомой, селедку, семечки, черный хлеб, меня это очень напрягло. Я ему сказала, что такой набор продуктов обычно хотят только беременная какая-нибудь женщина, на что он ответил, это знакомой по работе я в Турцию отвезу. Здесь сомнения у меня, конечно, подкрались, я хотела развернуться, убежать. Мне было так больно от этого, мне он ничего ни разу не купил. Еще ему не понравился отель, который я нашла. Он мне прям так и сказал, зная, что я больная, на автобусной остановке стояла, что его должна была домой вообще-то к себе позвать, показать, как я живу. И мне хотелось в ту минуту, чтобы он просто уехал и исчез. Он кидал чемодан, бутал его ногами, как мяч по улице. Я была в таком состоянии, что забыла о своем недомогании, видя все это зрелище. Я не выдержала, бросила его и уехала домой. Блин, надо было это еще раньше сделать, 10 лет назад. Не возвращаясь к общению с ним. Он с тобой мне начал выговаривать, что я медленная, плохо соображая, на что я ему ответила, алло, я же больная ковидом. Это что, не в счет? Вот на тот момент, когда этот разговор был, я уже знала, что у меня был тест положительный на ковид. На что он ответил, я же с тобой при этой болезни, я же не побоялся тебя. В итоге он улетел, и я перекрестилась. Мне надо было к нему еще не возвращаться, вот что. Он не слушал меня, не брал его внимания, подарки не дарил. Когда я сказала о своем недомогании, он даже не обратил на это внимание, он делал так, как ему только одному хочется. Но я общалась дальше. Приглашал в апреле, я не полетела, так как денег на билеты у меня в тот момент не было. А он мне не купил и ни разу мне не предложил даже ссылаться на то, что ему надо искать деньги на квартиры, чтобы переехать, потому что дом сносит, как старый, и у него всякие кредиты. Потом признался любви, чего я долго ждала. И пошли любовные открытки в одноклассниках, но словами не говорил мне о любви. Он знает хорошо русский язык. Да, я его люблю. Что вы любите? Такое свинское отношение к себе? Что там любить-то? Но я понимаю, что он играет чувствами, зная и чувствую это, ведь я ему просто, наверное, не нужна. Относится как навязчивой женщине ко мне, прощащей любви. Я почти два года живу в таких качелях. То притянет к себе, то холодом отдаст. И конкретного у нас ничего нет. Да, и периодически ревность свою показывают очень яркую. Говорят, что меня другие турки, наверное, приглашают бесплатно в Турцию лететь. Я смотрю ваши видео, вы говорили, что турки щедрые, но мне он не привозил подарков. Галя, я прошу прощения за длинное письмо, но это наболевшее. Психологически он меня давит, я это понимаю. Ему очень сложно угодить. Все не то и все не так, хотя я терпеливая, добрый человек, но в последнее время очень закрытая. Пожалуйста, пусть будет письмо от анонима. Это какой-то жестокий турок. Чтобы он не нашел меня, я хочу выйти из этих больных отношений и заблокировать его везде. А девочкам будет поучительно моя история. Но почему же я в таких отношения попала? Прошу вашего совета. Ой, все очень просто. Вы попали в такие отношения, потому что вы готовая жертва. Вы были с супругом в жертвенных отношениях, потому что он вас оставил, ушел к другой женщине. Мы с сыном это очень тяжело, больно переживали, но пережили. Молодец. Скажем так, я вами горшусь, что вы это пережили. Это, не знаю, депрессию не впали, руки на себя не наложили. Но, видимо, все к этому ушло. И вы это сами тоже прекрасно понимали. Потому что вы ввели тогда переписку, когда турок этот написал. Вы его не отвергли. Ну, скажем так, находясь в браке, так как у вас в браке было все не очень гладко, вы позволили себе, скажем так, за вами ухаживать вот этому турку. Но я это, кстати, на своем курсе, который сейчас идет девчонкам, про больные и токсичные отношения говорила. Вот, девочки, кто на курсе, вот эта история, яркий пример этому. Когда человек в позиции жертвы, он находит всегда своего абьюзера, либо своего доминанта, человека, который будет его использовать. Это этот случай, вот к вам это, да, относится, когда вы сами искали себе человека, которому я на все закрываю глаза, я на все соглашаюсь, я даже понимаю, что он меня отталкивает, он ничего не обещает, а я стелюсь ему под ноги, говорю, по сути, давай, давай мне еще добавочки, продолжаю делать вот так. Почему вы это делаете? Потому что вам, вы не хотите взрослеть. Позиция жертв очень удобна, это не брать на себя ответственность. Я бедный, несчастный, я плачу, я сам себя жалею, успокаиваю. Люди вокруг меня могут поддерживать, когда я им жалуюсь на свою личную жизнь, на отношения такие не очень хорошие, здоровые. Меня поддерживают. То есть у вас есть поддержка, подпитка от других людей, вас жалеют. Жалеют, они почему-то не видят, что это и есть ваша вторичная выгода. Если бы они вас не жалели, вы бы уже, скажем так, этого и не делали, не продолжив, потерялась вторичная выгода. Ну и жертве просто удобно не брать на себя ответственность. Хотя то, что вы читали, я не буду по пунктам проходиться, но честно, все, что там произошло, скажем так, что накосячили, это же только ваших рук дело. К вам реально плохое отношение, но вы как невротик и жертва. У вас любовь, вот вы пишете, как все плохо, и тут же, да, я его люблю, хотя понимаю, что он меня использует, я ему не нужна. Но вот когда любовь равно боль, это чисто же невротизм. Нет любви по боли, это страдания. Вам нужны эти страдания, чтобы быть жертвой, чтобы получать вторичную выгоду, вторичная выгода, вынимание от людей и снятие с себя ответственности. Вот как этот механизм в вашем случае работает. Если вы у меня спросите, а почему я такой стала, да, или почему я все-таки позволяю, или другие какие-то люди, вы какого-то, может, своих знакомых в этом узнаете, почему так происходит. Ну, очень просто. Если бы не этот мужчина, на его месте был бы какой-нибудь другой, который именно отдает вам эти эмоции. Вам нужен абьюзер, вам нужен человек, который будет, скажем так, издеваться над вами, делать вам больно. И, скажем так, в ауре которого человека, в взаимодействии с которым вы будете полноправной жертвой, чтобы вас жалели. Как это закончить? Перестать быть жертвой. Понять, что техники всякие, психолог, конечно, вам в помощь, но вообще понять, что я это делаю для того, чтобы мне повышали самооценку, меня жалели и хвалили. На самом деле я добираю то, чего мне с детства всегда не хватало. У меня не хватало внимания, любви, чтобы меня похвалили, чтобы меня поддержали. И я очень нашла такой с детства способ для того, чтобы меня хвалили и держали, когда я страдаю. Вот такие дети, которых родители игнорируют, не замечают, к ним бегут только, когда ребенок, не знаю, сломал руку, споткнулся, расшиб коленку, он плачет, он страдает, он снимает с себя ответственность за притягивание внимания родителей на самом деле, да? Илибо дети, другие бывают плохиши, дивергентные, отклоняющиеся от нормы поведения дети, которые бьют в окна, в школах окна, плохо учатся, задираются, их ставят в детскую комнату милиции на учет и так далее, хулиганье, все всякое, знакомятся с плохой компанией, начинают, не знаю, мое детство, 90-е, там, нюхать клей под воротнем, на колодце, бухать и так далее. Все это, отклоняющиеся от нормы, то же самое. Это на самом деле у подростков особенно, да, проявляется. Это подростки, у которых нет внимания, родители, таким отклоняющимся от нормы поведением, экстра, выходящегося на рамки нормы поведением. Они им кричат, мам, пап, обрати внимание, полюби меня. Только когда они делают что-то серьезное, плохое, или ребенок-жертва, который падает, реально расшибает себе нос очень сильно, например, такие дети болеют, задыхаются от астмы, астма, это психосоматическое заболевание в основном. В общем, я к тому, что эти дети таким образом привлекают внимание. Вот дети, которым недостаточно было внимания, они это не компенсировали когда-то, и они вырастают в таких взрослых уже людей, которые вступают вот в такие взаимоотношения с противоположным либо своим полом. Когда я жертва, мне так удобно, я так привыкла. Поменять это все можно, перестать себя жалеть. Это не вокруг меня складывается, это не такие люди мною пользуются, а принять на себя, скажем так, ответственность. Это я выборола такого мужчину. Это я закрываю глаза на его какие-то действия. Это я позволяю с собой так общаться. Это я позволяю. Это мне нужно. А он просто этим пользуется. Не он виноват. А вот если бы я отказывала, не позволяла так с собой делать, этого бы ничего не было, я бы не страдала. Ну что ж, мы же тогда теряем позицию жертвы, правильно? Это не то, зачем я, когда же так пришла в такое взаимодействие. В общем, целый план, конечно, работы с таким я не буду рассказывать, потому что с вами не консультация, и это вообще долгая история, это очень индивидуально надо смотреть, но в общих чертах я вам описала, почему вы попали в такое, как из этого выходить. Перестаньте быть жертвой. Понимаете, вот я скажу мою любимую в последнее время очень фразу. Наше прошлое, какое бы оно травмированное, плохое, опасное не было, оно влияет на нас, как на личности, на наш там характер, поведение. Мы боять что-то начинаем, да, или у нас проблемы с доверием могут быть. Но наше прошлое, плохое, больное прошлое, не влияет на наше будущее. Оно нас формирует как личность, но оно не влияет на наше будущее. Вот в здоровой голове, в здоровой психике вот так должно быть. Вот так вы должны думать и рассуждать. То есть у меня был плохой опыт, я делаю из него выводы, и в будущем делаю все, чтобы свой опыт не повторить. Вот как работает. Люди, которые хотят, например, быть жертвой, какие-то травмированные, не так по-здоровому на это смотрят, они что считают? У меня был плохой опыт, вот жертва считает. Я бедная, несчастная, меня должны жалеть. И опять в будущем я впадаю вот на замкнутые круглые, а белочка в колесе бегает. Опять я попадаю в какие-то плохие, зависимые, больные отношения, где опять кто-то надо мной издевается, я опять жертва. Ну, блин, меня опять жалеют. Понимаете, пока есть вторичная выгода в такой взаимосвязи жертвенной. Никто не захочет никогда отказываться от позиции жертвы. Вот что. В общем, девчонки, пишите в комментариях, что посоветуете девушке, какие, может быть, вы из этого выходили самостоятельно, какие-то советы у вас есть. Я всегда под видео оставляю свою почту. Если вы хотите ко мне обратиться как к психологу за консультацией, в теме письма, просто напишите консультация. Если вы хотите написать свою историю для видео для такого ответа, просто напишите в теме письма историю от анонима. Спасибо за внимание. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.